А началось все с хоккея с мячом перед администрацией центрального района. Анатолий Пахомов сам взял в руки клюшку, чтобы оценить, какой спортивный инвентарь будет в летних детских лагерях и на дворовых площадках. В Сочи организуют работу 105 детских лагерей с дневным пребыванием на площадках управления образованием, культурой, департамента спорта. У нас хороший опыт и сейчас на совещании, по большому счету, при помощи наших и партии «Единая Россия», и других общественных организаций, мы, по большому счету, спланируем наш летний отдых, чтобы каждый ребенок действительно смог оздоровиться, получить возможность и отдохнуть, и поработать, и подготовиться к новому учебному году. Летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня. В ней будет задействовано 200 тысяч школьников. Каждый ребенок сможет воспользоваться несколькими предложениями провести лето и в лагерях, и в турпоходах, и на детских площадках. Глава города ставит задачу не допустить беднадзорного, нахождения скучающих и ищущих небезопасные занятия детей на улицах и во дворах. Сегодня на выставке были представлены только некоторые элементы из того, чем можно занять летом девчонок и мальчишек. Будь то военно-патриотическое воспитание или вышивка, одним словом, от бисероплетения до робототехники. А так мы показываем с целью, мы хотим проводить роботизированные курсы для молодежи. Ну, как бы, естественно, привлечь интеллект к электронной технике. Многие дети получат бесплатные путевки от Крымого Министерства труда и социального развития. 170 детей уже отдохнули в здравницах края в течение весны. Каждая путевка обходится краевому бюджету в 27 тысяч рублей. Но на молодежи не экономят особое внимание детям и семьям в трудной жизненной ситуации. Активность ожидается на детских игровых площадках в вечернее время. Там, по традиции, будут работать студенты. Их принято называть аниматорами, но организаторы проекта площадки нашего двора объясняют студентам, сегодня недостаточно только развлекать детей, нужны воспитатели и педагоги. Ведь и задумывался этот проект для того, чтобы уменьшить подростковую преступность и научить школьников летом заниматься полезными и увлекательными играми. Мы провели большую работу по привлечению и партнеров, и спонсоров, которые нам приобрели и различные игры интересные. То есть это не будет просто, как люди вышли, посидели, поиграли и разбежались. Нет, в этом году мы хотим сделать нашу программу под девизом «Нереальное лето». Для всех студентов города был сегодня проведен обучающий семинар. Каждый из тех, кто будет заниматься с ребятами на площадках, готов проявить творчество. Методички по работе с детьми добровольцам раздадут, как и спортивный инвентарь. Есть более видение того, чем надо уже заниматься с детьми, потому что там контингент всегда разный. Есть те, которые три года приходят без родителей и по 12 лет. Их нужно как-то собрать, и, соответственно, уже я примерно понимаю, и действия есть, конечно, как их всех в одной игру завлечь. Мы заступаем с моими однокурсницами как раз 1-го числа, и это День защиты детей. Ну, я надеюсь, на семинаре нам подскажут какие-то новые игры, может быть. В этом году у каждого вуза и СУЗа есть свои закрепленные площадки. Таким образом, проект площадки нашего двора стал более упорядоченным и разнообразным. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. Почему на глаз?